Вы на месте? Мы приветствуем Анну, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, она доверит. Хорошо, ты говоришь голограмма, да? Да, у нее впереди как лата такая. Она похожа на рубашку, очень длинную, до пола и сверху идет как капюшон. Глаза закрывает тоже. Хорошо, скэнер. Просканируй сейчас эту голограмму, отключи ее полностью вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами. Выведи это все из биополя. И как ты это все выведешь? Силой моего намерения я отправляю голограмму с подключками в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Ну, но я как-то со спины как раскрывает. Готово. Хорошо. Я даю команду на счет риска, она сканирует пространство над головой Анны, под ногами 360 градусов вокруг нее. Она сканирует все семь тонких тел Анны, находит все. У нее гуманоид. Гуманоид. Синий дракон. Есть. Лизард, матка. Лизард, матка. Хорошо. Джин. Кто-то мимикрирует там или что? Нет, он уже историю мне рассказал, как он попал туда. Я еще его не спрашивал. Идем дальше. Бес. И бес. Сколько герц у беса? У беса 8 герц. Хорошо. Какой у нас Джин? Джин маленький, 1702. Какой у нас синий дракон? 32,24. И откуда у нас гуманоид? Сириус. Твоя голограмма? Да. Начинаем работать. В процессе работы я буду задавать вопросы. Вы будете на них отвечать. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Анны спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. И все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Хорошо, гуманоид, сколько ты находишься с этой голограммой в этом биополе? 3 года 8 месяцев. У тебя контракт есть? Нет. Цель твоей подключки? Копия. Уже копию делал из нее? Нет пока. Насыщая энергией голограмм. Хорошо. Сколько синий дракон находится в этом биополе? Год и два месяца. Контракта у тебя тоже нет? Нет. Хорошо. Элизард, матка, что ты делаешь в этом биополе? Размножаясь. Ну как это себе представить? Кто-то разрешал этим заниматься в биополе человека? Души? Она тебе давала свое согласие? Нет, она это теплое место, энергичное. Как раз то, что надо. Ты в курсе того, что она может тебя просто уничтожить? Так как ты находишься незаконно в ее биополе. Она не посмеет. Сколько ты находишься в этом биополе? Два года. Два года. Сколько находится Джин в этом биополе? Подожди. У этой матки лизарда? Да. Она передала сыну потомству. Ты еще и сыну потомству передала? Это уже серьезное воздействие. У нее в доме тоже есть, как в углу где-то она, как дом свой такой, круглый. Лизард у нас находится в доме. Кто еще находится из вас в доме ее? Джин Бес? Дракон Джин Бес. Итак, сколько Джин находился в этом биополе? Шесть месяцев. Хорошо. И Бес, сколько ты находился в этом биополе? Три месяца. Три месяца. Хорошо. Как у нас с реверсом, Вера? Закончился. Скэнер, просканируй сейчас полноту души Анны на настоящий момент. 98% Хорошо. 2% не хватает. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Анна забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что они взяли до последней капли, возвращает Анна себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Бес. Ты один в доме или еще кто-то есть? Есть. Много кто есть. Там порталов я видел много в этом доме, да? Ага. Особенно внизу, да? По-моему, весь нижний этаж под сплошной портал. Атмосфера там великолепная для нас. А как так получилось? Это связано с жильцами, которые до этого жили? Или кто-то ритуалами открывал портал? Или с чем это связано? Как ты мне ответишь? Жильцы, которые жили до этого и сам. Само отношение к дому, неухоженность, провоцировали нас, завали. И вы открыли портал, да? Там много порталов. И были разные, по-разному открыты. Они не специально открывали. Есть слова, есть действия, которые он показывает, скапливаются в определенных местах. Да. И это способствует открытию портала. Хорошо, Бес. Я почему спрашиваю, если я не буду этот дом тоже чистить и буду собирать весь негатив в этом доме? Ты хочешь его получить? Да, он хочет. Ты один там или демон, или черт? Кто там находится из вас? Много кто. Есть все. С кем делиться-то? Между вами? С дьемоном. Хорошо, значит разделю тебя тогда с дьемоном. Хорошо. После того, как ты мне покажешь все порталы в доме, и после того, как ты все соберешь в доме, после этого я соберу негатив. И еще вопрос. Есть ли лярвы в биополе Анны? Затемнение есть, лярв нет. Где затемнение есть? На сердце. Хочешь ее получить? Визжит она. А что она визжит? Это кто-то вызывает такую реакцию, или это она сама? Или это ты дергаешь? Лизард провоцирует. Лизард провоцирует. Я не знаю, Лизард. Какая-то ты опасная какая-то сущность. Энергии ему нужны. Мало ли что ему нужно. Межгалактическая полиция тоже нужна Лизарду. Для того, чтобы он время от времени понимал, кто он и где он находится. Лизард, ты знаешь, что Анна может тебе отдать всю свою боль за эти два года, сколько ты находишься? Тебя просто... Мне нужна боль. Так а ты давал ей боль? Другими энергиями он питается. Какими? С плесками. С плесками. С эмоцией. Хорошо. Ждем окончания реверса. Реверс закончился. Хорошо. Начинаем тогда с Биеса. Биес, выходи. Отключайся полностью. Снимай все, что ты там оставил. И на месте доложи, что ты все снял. Я дам отдельную команду на затемнение. Приступай. Сканер, просканируй. Сколько сейчас полнота души у Анны? Сто. Биес снял. У него такой диск в ногах. Было, но бы вытащил. Хорошо. Разрешайте забрать затемнение. Забирай, возвращайся назад. У нее на сердце затемнение. В области глаз. Какие-то места. А почему в области глаз? От чего? От дракона платы? Или гуманоид? Это гуманоида, накидка. Капюшон она. Хорошо. Будем всем отдельно разбираться. Он забрал все, Вера? Да. Хорошо. Идем дальше. Джину выходить не надо. Джин, собирая всю свою пыль. Собирая все свои подключки. Втягивая себя. Ничего не забывая. Докладывая о готовности к проверке. Так что он там рассказывал, Вера? Джин, он в доме был. Он не хочет там находиться. Ему там неприятно. Там нечего ловить ему. А, в этом плане. Ему интересно, куда ты его отправишь. Все собрал. Джин, я тебя могу отправить только туда, откуда ты пришел. То есть на твою чистоту. Все остальное будет неправильно. Хорошо. Лизард, матка. Что осталось? Гнездо осталось твое там, да? Осталось гнездо. Выходи, вытаскивай все, что ты там оставила. Ничего не забывай. Жидкость высасывай. Ничего не забывай. Приступай. Она как клубок наматывает. Большой шар. Готово. Синий дракон. Выходи. Снимай все свои платы. Отключайся полностью. Возвращайся назад. Приступай. Как ты воздействовал на нее, синий дракон? Кто был причиной того, что человек потел во сне? У нее портал спал. Понятно. Спал на полу. Прямо там, где она спит. Понятно. Так это из-за портала получается все, да? Не твоя работа, Лизард? Дракон. Гуманоид. Плата влияла. Не плата, а голограмма влияла. Портал добавлял. Понятно. И еще один вопрос ко всем. Кто из вас подключен к ребенку? Из них у Лизарда есть. Потом с тобой у ребенка. Понятно. Значит, Лизард остается. Он очень реагирует на маму. Лизард? А, понятно. На эмоции маминой. Дракон достался. Хорошо. Гуманоид, что на твоей чистоте еще осталось? Есть что-то? Да, у него в голове осталось что-то. Хорошо. Выходите, а не надо. Вытаскивай свой чип. И все остальное. Доклады о готовности к проверке. Проверка будет проведена скэнером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, специально или нет, он просто сгорит в этой клетке. Я вас предупредил. Гуманоид достал. Хорошо. И даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Значит, Бес, Джин, Синий Дракон. Я сейчас открою два портала. В один идет Синий Дракон. Джин и Бес в другой портал. В дом Анны. За это время... Я знаю. С Лизардом еще проблема в том, что он присутствует в ребенке. Или это самостоятельная единица, которая в ребенке находится. Самостоятельная. Хорошо. Значит, я ее буду отдельно отпускать. Значит, тогда и Лизард уходит вместе с Синим Драконом. Джин уходит с Бесом. В этот дом. За это время собираете все, что там вы раскидали. Я прихожу, проверяю. Бес мне показывает все порталы. Я их закрываю. И в конце даю Бесу еще негатив в этом доме. Всем все понятно? Да, всем все понятно. Открывается два портала в дом Анны. Один, два, три. В один портал уходит Джин с Бесом. В другой уходит Лизард и Синий Дракон. Закрывай, опечатай, растворяй оба портала. Готово. И Бес еще показал картинку. Там внизу в подвале висят летучие мыши. Астральные. Да, и они ночью через портал в спальне, через пол таются энергии. Ах, вот как. Заходят. Ну и там глубокий должен быть сплошной портал, как я там увидел. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Приветствуйте, Али. Посмотри, пожалуйста. У меня здесь гуманоид Сириуса. Три года и восемь месяцев сидел. Голограмма в клетке находится. Заберем на проверку. Голограмму уничтожать. Под голограммой открывай воронку в галактическое ядро. Она уходит на переработку. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо. Клетка пустая у нас, да? Да. Поехали дальше. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Анна, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Спокойно чувствую. Отлично. Глаз. Мне кажется, она с комнатой. Снимаются маски и голограммы. Все представится гласно своему эфирному коду ДНК. Кто у нас в комнате? Геокуратор. Мужчина. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Агиль. Зовите меня Агиль. Я благодарю вас за то, что вы уделили мне минуту внимания. Я бы хотела передать информацию для Анны. Пожалуйста. Анна солнечная душа, поэтому всплески любых эмоций обжигают окружающих людей. Ей нужно держать свои энергии в умеренной струе. Не расплескивать, не кидать, не обжигать, не воспламенять. Люди окружающие Анны очень чутко чувствуют эти всплески. Это отражается на их эмоциональном состоянии. Отсюда происходят разочарования и стуры. Это главное, что я хотела передать на сегодняшний день. Не смею задерживать. И благодарю за чистку. Без проблем, уважаемый куратор Агиль. Я прошу задержаться секундочку. В этой комнате диагностики все кураторы и учителя, которые к нам приходят, всегда получают один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Агиль. Будет ли он так любезен принять этот скромный подарок, знак благодарности за его помощь, за его советы. Просто он добрые воспоминания. Как не скромно смотреть, рано и торгаться в комнату диагностики и получать подарок. Все нормально, все хорошо. От всего моего солнечного сердца благодарю вас. И я хотел бы добавить для Анны. Пожалуйста. Если вы обратили внимание, цифры закачки энергии и подъем эмоционального состояния были немного принижены. Это именно то, что нужно. Умеренность. Нужно понять эту умеренность и потом возрастать цифры. Можно дарить тепло. Возрастать свою душу. Можно тепло дарить, а можно все изжечь. Именно так. Нужно понимать свое внутреннее состояние, отталкиваться от него. Благодарю еще раз за мой прием. Во благо, уважаемый Агиль. Я говорю до скорых встреч. Возможно, на каком-то этапе Анна захочет задать вам свои 10 вопросов. В этом случае мы обязательно вас пригласим еще раз в эту комнату диагностики. Благодарю. Во благо. Всего вам наилучшего. И рассинхронизируйся, Вера. Готово. Хорошо, Анна. Вы, оказывается, еще и солнечная душа. Ваш куратор Агиль пришел вас поприветствовать. Это его работа была, то, что вы попали к нам. Он достучался до вас. Это самая важная душа для вас на Земле. Сейчас мы будем переходить к вашему сыну. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok